если мы перемещаем коронально мы используем композитный шов и вопрос по вот у меня был по поводу композитного шла мне позвонил доктор который у меня учился вот мне тут надо так прооперировать что делать с композитными швами он сам не очень умеет вообще с материалами работать том чисто хирург я подошел к терапевту а то говорит что за чушь это же у меня все отвалится конечно отвалится мы не протравливаем под композитный шов зубы мы их не обрабатываем ничего не спиливаем и она отвалится зачем она нам нужно нам нужно на первые сутки просто переместить этот лоскут расщепленный потому что потом мы его обязательно зафиксируем сверху крестообразным швом это новое положение он уже отвалится он не отвалится никуда он не денется вообще-то не делать терапевтов давать советы в таких вопросах пациентка ушла не стала делать вот а мы уже все расписались с ним что терапевт сказал что все отвалится конечно отвалится она должна отвалиться бывает иногда честно приходят пациенты я уж не знаю как они так чего они делают и хоть я это еле-еле оттираю а бывает что они приходят и у них все 12 швов просто уже лежат не могу даже понять чем это связано может без какой-то структурной поверхности или какой-то компоте жидкотекучие разные пробовали все стоит и у кого-то у кого-то все вываливается все хорошо держит если это не в прикус не попадает еще по каким-то структурам и так далее хер вообще дорогой очень для таких историй мне кажется с учетом что вы вы льете на пол рта потом это все снимаете очень удорожает операциями на мой взгляд но это дело вкус фиксация пластического материала если мы фиксируем свободный десневодопатализированный трансплантат мы фиксируем его швами на вожах с двух сторон в аппроксимальных промежутках в зоне расщепления и дальше наносим еще один фиксирующий прижимающий шов крестообразный вертикальный всегда одинаковый всегда крестик вот так и опять мы возвращаемся к вашему вопросу который вы мне очень хорошо задали по поводу размера трансплантата обратите внимание что площадь свободного десневодопатализирована и плюс принимающая ложа в зоне расщепления она должно все заходить для того чтобы там питаться вот швы на вожах у вас двухсторонный максимальный крестообразный шов если нужно здесь еще значит наносится ну и всем родные зубы рисунки никто не любит вот таким образом да в расщепленный петля в трансплантате и обратно крестообразными швами прижали здесь не было кронального перемещения никакого здесь просто хотелось хоть что-то сделать в этой ситуации клинической молодой человек с генерализованными рецессиями вот к сожалению он не хочет продолжать устранять их дальше потому что он сходил куда-то во медицинскую академию ему доктор ординатор первого года сказал что все это чушь и у него все через два года отвалится а вы считаете 6-7 5-6 знаете почему 7 мне потом не снять они эти-то невидимые становятся потому что они еще обесцвечиваются я снимаю так же в оптике потому что я вообще ничего не вижу уже когда они еще все обесцвечены все в таком углублении а если реграбируют машины и снимают угли колон допустим ну он не рассасывается за две недели нет ну у него 91 нет 3-4 недели а есть у кого он вообще не рассасывается у меня есть такая работа у меня остался его шок под лоскут ну он уже столько лет я уже лет десять эту пациентку наблюдаю ну вот это ну вот у меня есть у меня есть пациенты с кельгой там приходят через месяц ну тут это может индивидуально индивидуально конечно от ферментов все равно зависит же от того какая насыщенность вот этими всеми фагами там просто они же жрут там же органика они ее съебают конечно а здесь между прочим у него резервированные нитки у него это ультрасорт а здесь получается лоскут если вы не смещаете ткань здесь не было коронального смещения то есть часть лоскута она будет свободна ну открыта почему нет давайте вернемся получается вы туннельно получается да сделали да да но это карман тот же только здесь больше зубов вот вот потом и вы взяли вы что вы имеете ввиду нет я имею ввиду вот вы говорите что коронального не смещение здесь не было смещение смещение коронального а а инцессию получается вы же закрыли ну сейчас посмотрим да была такая большая обратите внимание как 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 если вы ткани вот эти которые тоннельно отслойные в верхней поле получается должен трансплантант который закрывает поле быть открытым так получилось ну здесь не получилось так здесь я их совместила здесь я бы эпитализировала смотрите вот так уж это то есть получается снили ну я не да я бы не сказала не назвала бы это двойным сосочковым методом просто здесь у меня получилось поскольку рецессия очень узкая в таких иногда можно сделать можно свободно вот этот эпителий по краям рецессии слегка удалить буквально аккуратненько скальпелем в процессе операции и свести но для этого вы должны хорошую мобильность придать лоск это значит будет невозможно я по сути для этого туннель туннель такой длинный и сделала так то можно было одним карманом но мне для того чтобы мобилизовать и вот немножко подсобрать здесь нету потому что не откуда ничего придумывать было или ротации лоската да могли сядет в чистоте или чистый звук то есть лоск каким образом вертикальный раздель в зоне не пораженный по сути стройклая и перемещение как говорится а так точно отверстие 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 вот он так вот я перенос полуторальное перемещение называется это не ротация лоската а здесь не откуда его брать покажите мне место откуда его можно было взять ну покажите мне вот это место в котором можно здесь взять и где оно будет да у него хорошо он растет но он вы видите почему-то ко мне не приходит потому что ему сказали что это все вывалится он наверное будет сидеть ждать пока у него все сверху отвалится у нас уже прошло время да ну ему там накосячили на самом деле ортопедию теперь он там пытается найти причину не со мной связанная жалуются ну что надо их предупредить просто об этом жалуются конечно ну их просто надо ну а как уже почистили но жалуются я назначаю апокея вот этот роминилизующий гель апокея 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 нет по английски апокея как забота все что на озоне он продается да средства апо немецкие облицованы кристалли у них есть роминирализующая паста она втирается в поверхность зубов и чувствительность уходит за 2 недели вообще вся я использую подростков когда я лечу их там продонтологические у них это сочетается с компьютерным кариесом и мы начинаем размягченную эмаль у них восстанавливается у них вообще за 3 месяца восстанавливаются все начальные даже кариесы в обратную сторону очень это единственное за все годы это единственный рабочий препарат который я увидела это не зубная паста это роминирализующая паста которая после индивидуальной гигиены он сейчас и я потом покажу как он выглядит на фотографии просто чтобы вы знали у меня пациентам я сразу ссылку на озон скидываю и они себе покупают и все у нас закрывается этот вопрос знаете у меня такая многогранная именно парадонтологическая практика поэтому я же с детьми занимаюсь со всякими слизистыми этих вопросов конечно я тоже касаюсь пациенты вообще на все всегда жалуются у них работа такая поэтому не надо к этому так трепетно относиться и следующий пример здесь очень интересный случай атрофического типа девушка худенькая маленькая с такими же проблемами у нее есть зубочелесная аномалия помимо того что зубы номер 36 очень давно устрачен произошла естественно атрофия по ширине по высоте и зуб номер 35 даже в печальном абсолютно состоянии был вот и ортодонт с которым я работаю давно мне прислал эту пациентку решить удалять 35 зуб не удалять 35 зуб и вообще будем ли мы лечиться потому что наверху тоже рецессия имеется и можно ли ее брать в общем мы договорились таким образом что все имеющиеся рецессии я устраняю мы ставим пока имплантаты они как только все заживают берутся за ортодонтии ну вот мы сейчас в этом процессе где-то и находимся здесь методика расщепленного кармана будет тут будет сочетаться с установкой имплантата сама операция вот таким вот образом я сделала карман от имплантата до зуба это тоннельный распатор это не докрученный имплантат это фотография для того чтобы вы видели что он туда поставлен зона такая сложная для фотографий это третий сегмент она всегда самая почему-то тяжелая вот измерения это все поставили имплантат поставили формирователь дисты сразу это измеряется объем необходимого нам свободного дистневого детализированного трансплантата забор ну вот даже двух сантиметров тут не получилось совсем потому что на небе неодванные рецессии в области маляров и вот такой вот вот так получилось собрать фиксация я не считала не знаю нет узелка всегда два он же фиксируется на вожжах с одной и с другой стороны дальше там больше должно быть шов сейчас посмотрим здесь фиксация и крестообразный шов и вертикальный и горизонтальный это два месяца это пломба я ее просто все отпилила ну всю часть которая мне мешала нависала там и так далее я ее все заполировала чтобы она была вровень но она вполне себе для этого зуба адекватна это три месяца вот если мы видим как все это растет потихонечку закрывая создается новый объем ну как сосудистая русло то есть тяжи все ушли потихонечку посмотрите у нас даже вертикальный вот этот объем который был здесь он потихонечку подращивается ну вот это спустя 10 месяцев вот так окончательно окончательный результат оценивается от 6 до 12 месяцев по сути все что произошло в этот период плохого оно уже произошло все что произошло хорошего оно тоже уже произошло и вы через год всегда понимаете требуется ли еще какое-то корректирующее вмешательство или нет иногда я и через 3 месяца знаю но я предупреждаю в таких случаях пациент обязательно что то мы не обойдемся одним протоколом у нас будет например 2 операции и если пациент об этом предупрежден заранее он потом спокойно приходит на вторую операцию у него нету мысли что его как-то обманули мне к сожалению стекается с города очень много случаев где мануально доктор сделал все хорошо и результат на самом деле у него хороший настолько не смог психологически донести что есть разные протоколы и что по-разному реконструкция утраченного происходит даже не вот так что неизвестно откуда взял пришил и у тебя появилось это же не чудо это же все человеческой головой человеческими руками делается и это не может взяться из воздуха видите у пластических хирургов есть большой бонус они все время отрезают в основном а у нас мы все время что-то выращиваем и вырастить значительно сложнее чем просто отрезать поэтому на любой реконструктивной хирургии задача это правильно спланировать и объяснить это пациенту вот и все я к сожалению мне очень иногда обидно за своих коллег которые все сделали все прям идеально и такой негатив от пациентов на них изливается что вот оказывается так я говорю конечно да конечно такой метод вот и все перерыв говорят быстро время у нас вам хорошо это 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 хорошо это не так это не не много то это 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 что Продолжение следует...